Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в проекте Joomla Sensei, это 37 урок. Если у вас наблюдаются какие-то проблемы с внедрением стороннего HTML или еще какого-то другого кода на сайт, и те технологии, которые я вам ранее показывал, не помогают, код обрезается Joomla, то в этом уроке все ваши проблемы испарятся в этом плане. Сейчас я вам покажу супер плагин, где вы очень легко сможете внедрить код хоть в каждую статью без напряга. Переходим на тот же сайт nonumber.nl, который мы с вами смотрели в прошлом уроке. И у этого разработчика есть обалденный просто плагин для этих целей. Вот тут он в списке есть, Sorcer. Кликаем по нему, и нам нужно скачать бесплатную версию к нам на сайт. Кликаем на большую зеленую кнопку «Скачать бесплатно» и также кликаем на зеленую кнопку «Скачать бесплатно» для Joomla 3 серии. Скачиваем на компьютер. Так, я скачал. Переходим на наш сайт. На нашем сайте в админке переходим «Расширение менеджер расширений» и с компьютера выбираем наш плагин и «Открыть», и «Загрузить», и «Установить». Плагин успешно установился. Переходим в «Расширение менеджер плагинов». Кликаем по ID. Кликаем еще раз, чтобы отсортировать. Кликаем на плагин «System Non-Number Sourcer». И рассмотрим некоторые настройки. Заходим в «Настройки безопасности» «Параметры по умолчанию». И вот видим, что у нас разрешены теги с CSS, JavaScript, PHP, запрещенные PHP функции, запрещенные HTML теги. Здесь, если нужно, можно ввести. Нам, наверное, запрещать тут ничего не нужно. Дальше кликаем на «Настройки» кнопки редактора. Смотрите текст на кнопке. То есть сейчас вы поймете, что это за текст. Вы можете просто написать код или еще что-то другое, чтобы вы понимали для вас. То есть удобное слово. Включить на лицевой части сайта. Это, смотрите, если мы сделаем пункт меню, чтобы выводить на сайт такую страницу, чтобы пользователи тоже могли добавлять новости, статьи на сайт. И вот показывать ли для них эту кнопку на лицевой части. Да, нет. Мы с вами не проходили такой пункт меню, но кнопку я объяснил, где вот эту выводить на лицевой части. Думаю, что не стоит им показывать, чтобы они вам не внедряли там код сторонний в статьях. Если вам будет эта информация нужна, как реализовать такую страницу для пользователей, сообщите мне в комментариях, я об этом сделаю урок. Значит, здесь нет. В принципе, здесь больше ничего делать не надо. Сохранить и закрыть. И, допустим, мы хотим создать какую-то статью. Идем. Менеджер материалов. Создать статью. И вот здесь, видите, кнопочка в углу, появляется код. То есть вот то, что я написал. Здесь вы пишете любое слово, для вас понятное. Ну, чтобы вам было удобнее, и вы сразу понимали, не потеряли эту кнопку, и всегда знали, как я воспользоваться. Так, давайте я зайду лучше уже в созданную статью. И, например, мы хотим вставить код ролика с YouTube. Мы заходим в YouTube, кликаем на ссылку вот здесь поделиться, HTML-код, и берем код от данного ролика, да. Переходим на сайт, кликаем, значит, мышкой в редакторе, в том месте, где вы хотите вставить ролик, чтобы там мигал курсор. Потом мы кликаем на кнопку код. В всплывающем окне, смотрите, вы вот здесь вот какой-то, типа, пример, да. Вот удаляете здесь, оставляете только вот эти вот теги. Все, больше нам ничего не нужно. И вот между ними вы можете вставить код. Таким образом, код не будет джумлы резать абсолютно никак. Без проблем. В принципе, любой код можно вставить вот через этот плагин. И нажимаете на кнопку вставить. Будьте внимательны, да, вот эти вот теги, Sorcer, они должны присутствовать. То есть, как бы заключаем наш код в эту конструкцию. Нажимаем сохранить. Заходите в эту статью и видите, что вот приспокойненько ролик с YouTube вставляется, проигрывается, делается на весь экран и так далее. Так что пользуйтесь на здоровье. На этом я заканчиваю данный видеоурок и увидимся в следующем. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с джумла, или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но! Есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. И я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе. И выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев.